Проблемных дорог в округе быть не должно. В этом году ремонт провели и в самых малонаселенных деревнях. В их числе Демшенко и Коптево, которые расположены на границе с Тульской областью. Демшенко и Коптево начинаются с одной общей дороги, но потом пути у них по разной стороны. Главное другое, в каждой деревне теперь удобный проезд. Дороги не было никакой. Она у нас в этом году только поставлена на кадастровый учет. Демшенко, хотя и малонаселенная деревня, домов не 25, а прописано всего 8 человек. Но она одна из старейших в округе. Из-за того, что расположена она на окраине, всегда была позабытой, позаброшенной. Не то шутит, не то констатирует этот факт, старожил деревни Сергей Медов. Свою сладкую фамилию пенсионер полностью оправдывает. Его пасека знаменита на всю страну. На одном из федеральных каналов рекламировали его мед. Но интересен он не только своим увлечением. Сегодня Сергей Михайлович – один из самых активных старост в округе. Небольшую демшинку он превратил в земной рай. Так говорят все, кто сюда приезжает. Деревня достаточно зеленая. Вот сейчас сделали нам дорогу, сделали профилирование. Внутри поселковую отсыпку провели. Уличное освещение. Поэтому спасибо администрации. За счет муниципалитета все это сделано. Очень хорошо. Сергей Михайлович надеется, что с появлением дороги теперь народонаселение демшинки вырастет. Сегодня стало и проще добираться до магазинов и других благ цивилизации. Ближайшие – это у нас Каргашино, Грызлова, Большая Гродня. То есть туда ездите, да? Да, да. Ну, как бы все имеют машину. Пирс нам обещали сделать пожарный. Как бы он должен быть. Староста о своих земляках беспокоится. Считает себя ответственным за все, что происходит в деревне. Надеется, что молодежь сюда будет возвращаться. Природа здесь уникальна, да и история в демшинке не должна прерваться. Потихоньку Сергей Медов создает у своего дома собственный музей деревенского быта. Раньше при советской власти это был колхоз Моссовета и был Ленинский район Московской области. До революции здесь жил барин. Была баня барская. Дед мой ее разобрал и перенес сюда после революции. И вот до сих пор стоит, все нормально. Берегу его очень. А почему? А потому что, как память, все-таки я в этом доме родился. Уважение к прошлому своей малой родины и движет Сергеем Михайловичем желание превратить свою деревню в одно из самых красивых мест на земле. И это у него получается. Продолжение следует...